Здравствуйте! Сегодня я бы хотела рассказать, на что обязательно нужно обращать внимание при покупке недвижимости на Пхукете. Это поможет вам сделать правильный выбор и не допустить ошибок. Первое. Если вы рассматриваете покупку на этапе строительства, обязательно нужно смотреть на репутацию застройщика, качество строительства и сколько у него в портфолио с данных объектов. Строительные компании, которые следят за своей репутацией, все проекты сдают вовремя в указанный срок в контракте. Рассрочки платежей привязывают не только к определенным датам, но и этапам строительства. И это выступает для вас гарантом, что вы платите застройщику за определенные выполненные работы. Например, в контракте указано, что следующий платеж после возведения каркаса, через полгода. И если он еще не построен, то вы и не платите, пока он не выполнит обязательства. Следующий нюанс. Качество строительства. Как правило, уверенный в себе застройщик улучшает каждый свой последующий проект по качеству и оснащению. И имеет шоурумы, где вы наглядно можете посмотреть материалы, используемые в отделке. Мы настоятельно рекомендуем потратить время и посмотреть построенные ранее объекты застройщика, которым уже есть несколько лет, в каком состоянии они на сегодня. Это даст вам понимание, что станет в будущем с вашим объектом у данного застройщика. А также мы не рекомендуем покупать у строительной компании без имени, которая возводит свой первый проект и не имеет опыта в каких-либо смежных, связанных со строительством областях или управлением недвижимостью. К ним же относятся проекты, которые были заморожены более одного года. Все потому, что Пхукет, как и любая курортная локация, имеет очень высокую влажность, вследствие чего в строениях, не имеющих должного ухода, образуется плесень и грибок, вывести который практически невозможно. И в будущем это нанесет вред всему зданию. Если вы покупаете вторичку, то там, в принципе, состояние объекта недвижимости налицо. Второе. Нужно внимательно определиться с правом собственности при покупке. Это freehold и leasehold. Что это такое, я рассказывала в предыдущем информационном видео. Все. Каждая форма имеет свои особенности оплаты и дополнительные расходы при покупке. Обратите внимание на эти нюансы и выберите наиболее подходящий для вас вариант. Третье. При регистрации права собственности ченота в земельном департаменте, если вы покупали строящийся объект, то всем оформлением занимается юрист вашей строительной компании. В случае покупки на вторичном рынке лучше всего, и это самая распространенная практика на Пхукете, привлекать юридическую компанию, которая проследит за чистотой сделки, подготовит все необходимые документы и обеспечит безопасный расчет с продавцом через их расчетный счет. А после регистрации и получения вами ченота юрист произведет оплату. В этом случае себя обезопасит как сам покупатель, так и продавец. Обязательно учитывайте все эти нюансы, если вы ищете себе недвижимость самостоятельно, но я рекомендую обращаться к нам. Так как мы знаем рынок, владеем всей перечисленной выше и не только информацией, понимаем тонкости и специфику местной среды и сделаем вашу покупку максимально комфортной, безопасной и выгодной. Продолжение следует...